всем привет народ вы на канале кита велик и в сегодняшнем видео будет огромнейший насос насколько тут на 160 psi максимум и я не знаю может реально переплатил потому что 4 800 вот это вот дуру до типа можно было при ручной купить и можно было электрически купить но я купил его из за чего потому что электрически не всегда заряжена бывает такое что про втыкал зарядить его а тебе нужно срочно на кассы накачать а качать и маленьким насосе ком тоже как бы не не камильфос и я сама больше не люблю качать колеса с нуля когда поменял там камеру или там поставим новую покрышку это вот качаешь качаешь и вот давно хотел ножной насос чтобы став поставил ногу и двумя руками как взялся и как даванул и сразу накачал и в этом видео мы посмотрим насколько быстро накачается насос и что это за штуковина такая для чего она нужна в общем давайте качать 4 800 типа блин капец дохера до казалось бы но здесь внимание поршень 38 сантиметров высота самого цилиндра камер 65 сантиметров и вообще как бы за пару движений можно реально пол колеса наверно накачать плюс здесь я так понял как я очень прочитал что чем больше давление тем лучше конечно сопротивление назад идет как был выталкивает поршень назад труднее качать здесь же типа boost камера ледь как-то я не знаю правильно объяснить как я понимаю что вы качаете как-то воздух не сразу идет напрямую в шлангу а идет через вот эту вот всю конструкцию то есть здесь объем воздуха больше накапливается потом он как бы сразу перетекает постоянно через вот эту всю конструкцию здесь по стандарту конечно же просто и шреддер или же набор в общем будем смотреть сейчас как она работает насколько быстро накачает за сколько движений насколько легко будет качать или же не будет легко качать как думаешь шейда в комментариях мы в подарочке конечно положили иголку для мячей и иголка для матраса каких-то надувных игрушек и прочего прочего по эргономике по качеству изделия думаю хорошие потому что металл все-таки все вот это металл не столько у нас комбинированный сделаны из пластика и шланг вы можете что открутить что ли ну походу да я могу и заменить заменить так что тоже хорошо что насчет самой шланги тоже очень удобно когда вы просто и накинули на колесо в любом положении там как неважно кого у вас колесо стоит каким боком да вы на поставили если качаете они то что ручным насосом нужно в цепь вставить все это зажать потом держать так качать и чтобы не разболтать ниппель в общем но это кто знает меня поймет особенно если на без камерки я часто видел такое что поставили качают и вот этот ниппель для без камерки начинать просто влево вправо ходить и из него начинается что правильно сочится герметик потому что резинку деформируют внутри за то что качают и вот такая вот ену да происходит так что 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 пойдемте качать посмотрим как это быстро вообще произойдет так ну теперь попробуем накачать этим ножным насосом адвес байкиных за сколько времени и наверное за сколько скачком получится так что попробуем 45 накачать колесо как вы видите вот на ободе по полностью сидит это у нас 700 c на 40 правильно 40 миллиметров одеваем все закрепили и как говорится качаем все 30 ну ладно 36 секунд ровно 45 не 50 а вот как я говорил 45 не на сколько тут качков сделаны рак очков 15 от силы там может даже меньше и коль колесо уже все готово это у нас с нуля так что как бы если вам не нравится колеса качать вы конечно вы можете взять какой-нибудь типа вот такого вот насоса который качает сам или же таким вот огромным и кстати реально просто качать за счет вот этой вот вещицы получается воздух не сразу идет напрямую шлангу идет сперва в этот резервуар а с него уже идет дальше потому что видели можете назад отмотать и посмотреть что когда я качал качок именно поршнем надавил до воздуха как быстро об много а потом постепенно так ушел ушел то есть не сразу показывала сколько было давление и и качать довольно таки легко спасибо что досмотрели это видео до конца и надеюсь если вам понравился это видео понравилось обязательно вы поставите лайк и даже если пара ставьте лайк пишите комментарии что вы думаете по поводу данного ножного насоса и в целом я думаю наверное и можно будет посадить без камерку но не всякую без камерку потому что бывают нюансы очень разные причем и бывает такое что нужно будет поставить камеру чтобы защелкнулась одна сторона и тогда вот этим насосом можно поставить любую без камерку а если вы чисто взял покрышку и взял обод и типа одел и сразу качнуть и я думаю нет потому что воздушный поток здесь больше чем например вот в этих насосах и в ручных которых потому что тут все-таки объем поршня больше и камера сама как вы видели и накачать колесо с нуля до 45 у меня получилось завод грубо говоря полминуты просто раз 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 и все уже накачал так что вам решать брать такой насос или же нет но я вот как видите его себе взял потому что у меня было такое что один насос был у меня гио и он чудесным образом поломался ну и его кстати буквально сделал недавно так что все окей ну как минимум такой напольный насос очень дома пригодится так что всем спасибо за внимание покупайте и подписывайтесь ставьте лайки и всем удачи до новых встреч с вами был андрей канакта велик пока